Доброе утро всем, кто только-только к нам присоединился к утреннему телеканалу Ростовской области. И признаюсь честно, мы с Юлей так, наверное, еще ни разу не вели утро. Мне даже немного волнительно. Как? Чуть-чуть босиком. А все дело в чем? По-домашнему. Ну да, да, давай называть это по-домашнему. Ты каждый день стоишь на гвоздях. Вот я уже и рассекретил все, что хотел сказать чуть позже. Никакой с тобой интриги, никакой. Сегодня в гостях у программы «Утро» специалисты по гвоздестоянию. Что же это такое? Сегодня будем узнавать, задавать вопросы, для чего они вообще полезны и кому не стоит стоять на гвоздях. У нас в гостях Александр Карев, практик гвоздестояния с личным рекордом 1 час 11 минут. В одиночку зашел на Эльбрус без подготовки и навыков альпинизма. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И Лариса Чиличук, тренер-психолог, считает тренинги стилем своей жизни. Применяет искусство задавать вопросы в диалогах, с кем доведется общаться. Одним словом, вдохновитель. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, это что? Что такое гвоздестояние? Гвоздестояние – это практика, прежде всего. Рассчитана она на то, чтобы познать себя, ощутить боль, принять боль и понять, как собственное сознание принимает вот это состояние. То есть волновался до начала программы «Я не просто так». Хорошо. Александр, а зачем людям испытывать боль? Это каким-то мазохизмом попахивает? Ну, если со стороны, то да. Это попахивает мазохизмом, но по факту, принимая эту боль, вы тренируете собственное сознание принимать различные проблемы в жизни легко и достойно. Мне вот интересно, у вас рекорд – 1 час 11 минут. Да. Боль нарастала? Притуплялась. Или она какая-то монотонная, или наоборот притуплялась? Она появляется в самом начале, когда только восходите на доску. Потом может появиться пару таких нарастающих волн, и потом уже, когда сходите с доски, это самое такое болевое будет ощущение. Самое болевое, когда… Сходишь с доски. То есть сначала не хочется зайти, а потом не хочется сойти. Вот вся вот наша жизнь, да, такая неоднозначная? Можно оставить в усилии потом у вас тут эти доски? А расскажите, вот кому необходимо стоять на гвоздях и кому не стоит? Есть какие-то противопоказания? Я лично не слышал таких противопоказаний. Если у вас нет открытых ран на ступнях, то, пожалуйста, welcome, на доске. Лариса, вопрос к вам с точки зрения, ну вот если психологию разбирать этого вопроса, это кому вот прям необходимо? Ну, я когда-то сама попробовала эту практику и осознала, что я всех хочу поставить на гвозди. Как-то это звучит не очень. Да, да, да. Опасно чуть-чуть. Именно потому, что самое распространенное чувство, которое мешает человеку жить, это страх. И чаще всего это страх боли. Причем физической боли, эмоциональной боли, неважно какой боли. И вот эта детская такая позиция, что боль, она очень большая, а я маленький, приводит людей к тому, что практически всю свою жизнь, вместо того, чтобы жить, они компенсируются, убегая от боли. Причем это такая стратегия ребенка, что боль большая, я маленький. И для того, чтобы повзрослеть по-настоящему, то, что важно, важно сдаться этой боли и пойти ей навстречу. И гвозди – это такой простой способ вначале, да, преодолеть первый страх, глядя на них, что я выживу. И взойти, оставшись там хотя бы на какое-то мгновение, это уже на какой-то момент представить, что я и боль равны. И в этот момент действительно боль может усилиться. И если преодолеть… Какой-то тренинг начался, я уже рыдаю. Еще на гвозди даже не встала, куда ты рыдать начинаешь. И если преодолеть еще несколько секунд и остаться, то внутри возникает вот это самое ощущение, ради которого, собственно говоря, все и делается, что боль не такая большая, как мне до этого казалось, что я гораздо больше ее. И в этот момент приходит ресурс, который мы называем «энергия». Такая награда. Почему Саша сказал «потом не хочется уходить», потому что вот этот бонус, что за какое-то мгновение я стал взрослее, и боль перестала меня пугать, и она перестала быть такой большой, а я таким маленьким, а я стала уже больше, чем эта боль. И вот тогда появляется и уверенность в себе, и дополнительные ресурсы на то, чтобы в будущем на все уже смотреть из позиции. Так, все. Подожди, перед тем, как начать, стояние на гвоздях, у меня к вам будет только один вопрос. Был ли когда-то случай проникновения гвоздя в ногу человека? Не было. Все. Сева, пойдем взрослеть, приобретать уверенность в себе, открывать те самые ресурсы, я готова. Давайте тогда начинать. Так, кто за меня возьмется? Давайте я возьмусь. Ой, я волнуюсь, как вообще. Важно, важно. Что надо делать? Дышать. Дышать? Сейчас. Животом дышать? Глубоко. И на выдохе, именно на выдохе вы... Я волнуюсь. Понятного у меня. И если захочешь, я смогу говорить тебе некий алгоритм, который поможет тебе побыть в этом состоянии души. Ты просто понятен, что ты чувствуешь. Да. Выдыхай, выдыхай. Привет, боль. Больно. Скажи, привет, больно. Если очень больно, нагружай на мать. Дыши. Привет, боль. Юль, как ощущения? Отлично. Дыши, 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 дыши. Глубоко дыши. Дыши, дыши. Я хочу обратить внимание всех тех, кто в студии, хочу обратить внимание телезрителей. До того, как Юлия встала на гвозди, она очень много говорила. Уже отлично. И скажи, больно, я вижу тебя. Если хочешь встать, просто скажи, что все, ты уже выросла. Больно. Да. Юля, я предлагаю тебе возвращаться из мира в море. Молодец. Оно больно очень, честно. Это реально настолько больно? Да, конечно. Ты уже герой. Я? Юля герой. Ай, как было больно. Мне кажется, рожать было не так больно, ребята, честное слово. Даже иди. Я так понимаю, моя очередь, да? Тим, давай, ты не можешь ударить лицом в грязь. Ладно. Если вдруг что... А ты понаблюдай, что сейчас будет происходить в теле. Изучай себя, да. Нагружай максимально на мои руки. И потом вес тела переводи на выдохе, обязательно на выдохе становись на доску. Одной ножкой, по-моему, другой. Ага, ага. А можно я не буду этого делать? Вдохнул, выдохнул. Сева, ты не можешь это не сделать, я это сделаю. Терпи. Привет. Привет. Смотри, души, души. Ты тоже скажи, привет, Оль. Привет, Борь. Я вижу тебя. Привет, Борь. Как вы часто выстояли. Молодец. Юля теперь смеется. Знаешь, как оно. Да, у меня ноги не сводит. Сева, держись. Молодец. Иначе женский пол будет сильнее мужского. Да вы и так сильнее, я уже признаю, я согласен. Ну, кстати, наш болевой порог выше. Я хочу обратить внимание. Вы тоже стоите на глазах. Слушай, эти нет, можно я слезу? О, мамма миа. Давай, надеждаем. О-о-о. О-о-о. Молодец. Для тобой горжу. Браво. Я вам честно скажу, я с вашего позволения повернусь сейчас спиной, показать просто ступню, как это выглядит. Оно выглядит не так страшно, как это чувствуется. Это действительно так. Это о-о-о. Ну, если еще поговорить, ну, мы делали это ведь все первый раз, мы никогда с тобой не стояли на гвоздях. Я вам честно скажу, если бы не программа «Утро», то я бы и не встал. Я бы не рискнул становиться на эти гвозди. Вот если с медицинской точки зрения, принято считать, и так оно и есть, что у нас на ладошках, на ступнях большое количество рецепторов, и вообще вот эти точки, массаж делать, ну, распределять вот это все нужно, потому что когда мы ходим в течение жизни, здесь все забивается, необходимо все это разрабатывать. То есть если брать с медицинской точки зрения, сейчас все точки, они просто активизировались. На максимуме причем это все у вас произошло. То есть это прям ваше тело активировалось во всех аспектах, и касаемо и психологии, и психики. Даже вот за несколько, грубо говоря, секунд? Даже несколько секунд. Знаете, что сейчас мне хочется? Мне снова хочется встать на гвозди. Это ненормально? Можно сказать, это очень частый такой случай, когда человек сначала боится, потом решается, и потом включается вот то самое, о чем я говорила. Ты почувствовала себя уже сильней. Ты больше, чем боль. Ну, было больно. Ты большая, боль маленькая. У меня такой вопрос. Ведь для того, чтобы не травмироваться ни в коем случае, здесь все очень продумано, потому что вес должен быть распределен по площади. Спасибо, не спасибо, что моему образованию за эту информацию. А вес вообще имеет значение? Вес имеет значение, да. Ну, в моем случае точно я могу сказать, что вот мой муж весит 100 килограмм, да, а мой сын там 20. И оба они стоят и испытывают примерно, да, похожие ощущения. Вот. И, соответственно, если мы стоим на своих ногах в том весе, в котором мы живем, то те же самые ощущения. У меня вот вопрос. Если, допустим, ну, я вешу 80, Юлия весит меньше. 50. 50. Если вес больше, нужно ли большее количество гвоздей на квадратный сантиметр, грубо говоря, или нет? Нет, не нужно. Там уже зависит от вашего опыта с гвоздестоянием. Если вы уже будете опытным гвоздестояцем, расстояние между гвоздями увеличивается. Увеличивается? Увеличивается. То есть, соответственно, гвоздей меньше становится? Их меньше, да. То есть, соответственно, соприкосновение уменьшается, и болевые ощущения более чувствительные. Слушайте, я вам признаюсь честно, до того, как я встал... Скажи, сейчас. Ты подожди. Я до того, как встал, я свято верил, что они хотя бы чуть-чуть подтуплены. Как же я ошибался. Сколько... Вот как часто они встают? Хотя Саша сказал, что это не самые ты острые принес, да? Это подтупленные гвоздя. Это подтупленные. Это все-таки подтупленные. Сколько раз нужно стоять в течение дня, там, может, в течение недели на гвоздях? От собственного состояния зависит. По-хорошему, каждое утро минимум 2 минуты. Это для лечебного эффекта, для оздоровления организма. Вот, пожалуй, мне зарядку нужно у кого писать? На гвоздях стоять и больше-больше минуты, две. В общем, мы с Юлей уже чуть-чуть полечились. Если вдруг вы хотите прийти к этой практике, то мой вам совет, конечно же, побольше изучить по этому поводу перед тем, как самим дома попытаться встать на гвозди. Ну и самое главное, помните, что для этого... Ничего не бояться. Да. Во-первых, ничего не бояться. Во-вторых, должны быть специальные гвозди. Огромное спасибо нашим гостям, которые к нам пришли. А это были Александр Карев и Лариса Челичук. Спасибо вам огромное. Мы испытали что-то невероятное. Спасибо за то, что познакомили нас с такой вещью, как гвоздь достояния. Ну а вам, уважаемые телезрители, мы всем желаем здоровья и, конечно же, доброго утра.